Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Камень покатился с горы. После нашего материала начались проверки точек торговли к контрафактам, а мы открываем новые адреса. Русский чай возвращается. Памятник архитектуры не только реконструирует, но и подарит вторую жизнь. Футбольный трансфер по-барнаульски. Как можно будет напрямую попасть на глаза столичным профессионалам? Еще одна новая вакцина. В крае начали прививать от гриппа. В регион поступило более 400 тысяч доз препарата нового поколения. «Ультрикс-Квадри», утверждают специалисты, соответствуют всем рекомендациям ВОЗ. В его составе антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа типа А, а также типа Б. Медики уже назвали группы людей, кому в первую очередь рекомендована вакцинация. Взрослым, кто часто лечит острые респираторные заболевания. Учителям и школьникам, работникам медицинской и социальных сфер. Людям с хроническими заболеваниями 60+, а также беременным. Учитывая, что в регионе продолжается вакцинация от коронавируса, врачи рекомендуют ставить прививку от гриппа спустя месяц после какого-либо другого препарата. Предварительная запись не требуется, нужно просто обратиться в поликлинику по месту жительства. Прививка бесплатна. В страховых компаниях можно привиться за счет собственных средств. В Минстраеве планируют завершить вакцинацию против гриппа до ноября. В Михайловском районе жалуются на ремонт. Обновление теплотрассы затянулось, считают местные жители. По их словам, уже два месяца работы почти заморожены. А из-за них практически невозможно попасть в школу, детский сад и крупные продуктовые магазины. Центральная улица разрыта. Вот такой кадр публикует телеграм-канал. Это участок теплотрассы, которая питает все муниципальные учреждения села Михайловское, в том числе школу и детский сад. Люди боятся, что коммунальщики могут не закончить ремонт к началу утопительного сезона, до которого, кстати, всего месяц. В администрации Михайловского района нам не стали комментировать ситуацию. Однако нам удалось выяснить, что по муниципальному контракту ремонт должны закончить к 30 сентября. Надзорные органы начали проверку торговых точек, где в ходе нашего расследования были выявлены факты продажи контрафактных алкоголя и сигарет. А между тем в барнаульскую токсикологию с отравлением некачественным спиртным продолжают поступать пациенты. Многие из них пытаются сэкономить на горячительном, но в итоге расплачиваются собственным здоровьем. Признаются, покупали напитки не в официальных магазинах, а с рук или в точках сбыта контрафакта. Кто стоит за продажей опасных для жизни товаров? И кто должен остановить этот преступный бизнес? Мы пытались дать ответ на эти вопросы. Неделю назад редакция нашего телеканала провела расследование о продаже контрафактной продукции в Барнауле. В ходе контрольной закупки мы выявили сразу две точки, где можно приобрести контрафактные сигареты и алкоголь по цене в несколько раз ниже оригинала. Помимо этого, в одной из них продавали еще и просроченные продукты питания. За последний месяц в Барнауле 10 человек отравились так называемым коньяком-суррогатом. Шестеро из них погибли. В составе жидкости обнаружили метиловый спирт, который зачастую оказывает необратимое влияние на организм. Что касается метилового спирта, это прежде всего потеря зрения, потому что зрительный нерв умирает, человек перестает видеть. И второе – это острая почечная недостаточность. То есть когда у человека отказывается функция почечной системы, он перестает мочиться. Острая почечная недостаточность, как правило, смертельный диагноз. Четверо умерших из-за метилового коньяка провели свои последние часы в стенах этого отделения токсикологии. Выжившим повезло, говорит Герман Балаганский, но для многих побочные эффекты от технических жидкостей не проходят бесследно. Во время съемок в больнице умер один из пациентов. Его нашли в парке в селе Шилоболиха. Мужчина был без сознания, причиной смерти стало отравление спиртным. Несмотря на это, врачи спасают сотни любителей выпить. Многие пытаются сэкономить на горячительных напитках, но в итоге расплачиваются собственным здоровьем. В год через наше отделение проходит с отравлением этанола. Это в том числе, как говорите, контрафактно, некачественно, но это не касается спиртов, который вызывает нарушения выраженной атометиловой спирт, выделение гликолии и прочие технические жидкости. Алкоголь, какой бы ни был контрафактный, это все равно этиловый спирт. Вот данных пациентов через наше отделение проходит за год 750, 880, ну максимально 800 человек. Вы помните, как вы сюда попали? Расскажите. Мы не ввязали. Вы пили алкоголь до этого? Скажите, вы пили алкоголь до того, чтобы сюда попасть? Причина такого состояния – некачественный алкоголь, после употребления которого женщина ослепла. Спиртное, что мы приобрели в ходе расследования, эксперт Павел Авкапашвили также признал подделкой. Сегодня рюмочная по адресу Попова, 70В, где происходила контрольная закупка, закрыта. Работники рынка, чьи палатки находятся по соседству, уверены – это временные меры. По их словам, владельцы просто пережидают шумиху вокруг заведения. А не подскажете магазинчик вот тут? А, нет, они облава. Облава? А это что такое? Ну, проверяют, проверяют, поэтому не работают. И они поэтому съехали? Да, да, да. Не съехали пока, времени. То есть через какое-то время откроются? В немоверном. Ранее контролирующие органы уже обращали внимание на это место. В налоговую поступали жалобы от жителей микрорайона. В ходе проверки был составлен протокол о работе без лицензии. Здесь же специалисты обнаружили и факт продажи сигарет без акцизных марок. Виновником правонарушений признан Белеменко СВ. А в июле прошлого года сотрудники МВД изъяли немаркированную продукцию на сумму 2,5 миллиона рублей и возбудили уголовное дело. В налоговом ведомстве назвали фамилию и инициалы нарушителя. На сайте госреестр.рф нам удалось найти лишь одного предпринимателя с такими личными данными. И согласно выписке из реестра индивидуальных предпринимателей, размещенного здесь же, сфера его деятельности – розничная торговля алкоголем. В отличие от магазина на Докучаевском рынке, точка по адресу улица Малахова, 86Б-Д продолжает работу. На полках по-прежнему можно найти просроченные продукты питания. Например, кальмары в майонезе, что мы приобрели всего за 10 рублей, должны были уйти в списание еще месяц назад. А консервированная черешня за 50 просрочена на 4 года. Однако с прилавков пропали и сигареты, и алкоголь. Здрасте, а сигареты есть у вас? Нету сигареты. Чем? И алкоголя? Алкоголя тем более. Алкоголь жрел. В ноябре прошлого года сотрудниками налоговой был составлен протокол, причина которого – работа торговой точки без государственной регистрации. После этого события Чучварина ВО получила лицензию, дата выдачи которой 7 декабря 2020 года. Однако два месяца назад статус ИП потерял силу из-за смерти женщины. Там же, на сайте госреестр.рф, мы нашли предпринимателя из Барнаула с идентичными фамилией и инициалами. Выписки из ИГРИП, дата открытия ИП день в день совпадает с данными, предоставленными налоговой инспекцией. Точно так же совпадает и причина аннулирования статуса – смерть его владельца. По данным частного источника, сейчас бизнесом руководит супруг умершей. Еще при жизни женщины МВД неоднократно обращала внимание на магазин. В 2020 году были составлены протоколы о продаже сигарет без акцизных марок. В июле 2021 изъяты более 6 литров немаркированного алкоголя и почти 1000 пачек сигарет. В августе после выхода нашего сюжета сотрудники изъяли еще свыше 24 литров алкоголя и 43 сигаретные пачки. Сейчас, по информации ведомства, решается вопрос привлечения к административной ответственности. Также нам удалось обнаружить еще одну табачную лавку, где торгуют нелегальной продукцией. Она находится вблизи крытого рынка по адресу Германа Титова, 6-2. Дайте вилсы на простую пачку. А что они такие дешевые? Хотите, по-моему, все продам. Ну, просто интересно. Причину столь низкой стоимости, хоть она и лежит на поверхности, продавец не назвала. На пачке сигарет указана розничная цена – 178 рублей, что почти в три раза выше, чем заплатил тайный покупатель. Также здесь есть и российская акцизная марка. Однако, если ввести ее данные на сайте налоговой инспекции, номер контрольного знака не числится в системе. Помимо этой марки сигарет, в магазине можно приобрести и другие. И тоже по подозрительно низкой цене. Вы знаете, какие еще есть сигареты? Это что-то кого-то. Я бы ничего не увидел. Кент. Кенты по 95, ламзы, вот это по 80, вот это все по 6. Как сообщают в социальных сетях, таких точек в городе могут быть десятки. Примечательно и то, что несмотря на неоднократные штрафы и изъятие продукции, магазины продолжали работу, а токсикологическое отделение пополнялось новыми пациентами. Во время подготовки этого сюжета точка на Попова-70В была закрыта. Однако сегодня, в день выхода, магазин снова открыл свои двери. На данный момент в связи с нашими запросами контролирующие органы проводят проверки. Остается верить, в этот раз они поспособствуют закрытию мест, распространяющих опасную для жизни продукцию. Артем Гусельников, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сбежавшая невеста в Рубцовске при загадочных обстоятельствах женщина в свадебном платье выпрыгнула из окна. Следующие кадры сегодня появились в соцсетях. Марина, зайди домой, пожалуйста. Как сообщают в одном из телеграм-каналов, женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а также ранее была судима за убийство и наркотики. Судя по кадрам, соседи долго уговаривали Марину не прыгать. Да, ты мама не веришь. Мама. К счастью, женщина осталась жива, но получила травмы, сотрясение головного мозга и перелом нижней челюсти. Переходим к другой теме. В сентябре в Барнауле начнется реконструкция памятника архитектуры федерального значения, известного горожанам как здание бывшего ресторана «Русский чай». Проектом занималась мастерская архитектора Александра Деринга. Когда реконструкцию планируют завершить, сколько средств потребуется и что там будет располагаться, узнали мои коллеги. Внутри пока полный развал, прежде чем к реконструкции. Приступить, говорит подрядчик, необходимо обследовать каждый метр здания, ведь оно строилось в начале 20 века. Порой в таких местах рушится даже то, о чем не подозревали. Чтобы завершить обследование потребуется еще пара недель, говорят представители подрядчика, а затем уже приступят к реконструкции. Здание очень старое, и зачастую реконструкция это намного дороже, нежели чем возводить просто новое здание. Особенно, когда это памятник федерального значения, надо учесть все моменты, которые, так скажем, регулируются и охраняются законом. Например, фасад здания не должен измениться. Со стороны Красноармейского русский чай будет как в далекие 80-е. Пояснили, подрядчик делает все, чтобы было именно так. Сколько средств потребуется на реконструкцию не озвучили, но сумма постоянно растет. А вот что будет внутри, рассказали с удовольствием. Ресторан русский чай вернется. Это будет сибирская кухня. Будем развивать, не то что поднимать с колен, но показывать по-другому, с другого ракурса, особенно для молодежи. То, что и наша кухня традиционная, она может быть вкусной, красивой. Все секреты раскрывать не станем, но заинтригуем тем, что насладиться блюдами сибирской кухни из обновленного ресторана, возможно, будет везде. И о сроках. Сейчас все силы по реконструкции направлены на противоаварийные работы. Завершить реконструкцию бывшего и будущего русского чая планируют в течение полугода. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Губернатор края Виктор Томенко выразил благодарность депутатам седьмого созыва Алтайского краевого законодательного собрания. На правительственном совещании глава региона отметил пятилетнюю работу парламента. По его словам, она не всегда проходила в простых условиях. Так, в 2020 году вмешался ковид. В эту пятилетку прошли выборы губернатора и формирование нового состава правительства. Мы перестроили кое-где систему взаимоотношений, представительной и исполнительной власти. Перераспределили где-то и полномочия, и ответственность поделили. Ну, в общем, я думаю, что мы действительно можем так быть удовлетворены в этой части, прошедшем периодом совместной работы. Губернатор также выразил надежду на то, что после формирования нового состава КЗС взаимодействие двух ветвей власти на тех же основах продолжится. А теперь к новостям спорта. Победы паралимпийцев, выступления шахматистов и фехтовальщиков на российском и региональном уровне. Татьяна Голубева расскажет, с каким успехом краевые спортсмены представили наш регион. Золотую медаль Паралимпиады в Токио везет домой уроженец Бейска Антон Кулятин. Он стал чемпионом в беге на полторы тысячи метров. Что примечательно, это произошло в его 30-й юбилей. Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 54 секунды, обогнав представителя из Туниса и Австралии. Более чем удачно участие на Паралимпиаде алтайского пловца Романа Жданова. Он сделал золотой дубль с мировым рекордом. Первая победа была на дистанции 50 метров брасом. Следом бронза в плавании вольным стилем на 100-метровке. На дистанции в полторы сотни метров в комплексном плавании завоевал вторую золотую медаль. Роман побил свой же мировой рекорд. В Ярославской области завершилось первенство страны по классическим шахматам среди юношей и девушек. За золотые медали боролись 44 команды со всей России. Вначале наши спортсмены занимали первое место. Но в последние три тура удача изменила. Поражение за поражением. Итог – восьмое место. А вот на первенстве Сибири по фехтованию дела обстоят куда лучше. Второе место в личном зачете у Руслана Полежаева. В командном зачете у нас бронза. Среди девушек лучший результат показала Арина Захаренко с 13-й позицией. Татьяна Голубева, Дмитрий Дроздов. День с толком. Администрация краевой столицы представила плакаты, которые украсят улицы в 291 год с момента основания Барнаула. В пресс-центре мэрии пояснили, что основными темами изображений стали год науки и технологий и присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести». Плакаты появятся на улицах до 9 сентября, а 11 числа планируется само торжество. Ранее в городской администрации сообщали, что в этом году решено отказаться от салюта и праздничного концерта. В Барнауле открывают двери футбольная школа «Динамо Москва». Это отличный шанс для юных футболистов подтянуть свое мастерство, а также возможность попасть на просмотр в Академию Льва Яшина в столице. На выходных состоялось торжественное открытие, на котором побывал наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Больше ста юных футболистов, их родители и высокие гости из Москвы. В минувшие выходные в Барнауле начали писать новую историю будущих спортивных побед. Московское футбольное сообщество «Динамо» открывает свои школы в разных городах страны. Теперь вот и в Барнауле знаменует новый этап развития краевого футбола. Да, у нас есть Барнаульская школа «Динамо», но в Московской, говорят организаторы, столичным будет и тренерский состав, и администрация. И даже если само обучение будет классическим, то крыша школы позволит напрямую повышать особо талантливых игроков на просмотр столицу России. Рад, что именно Барнаул станет точкой для воспитания будущих чемпионов, будущих звезд. Чемпионами не рождаются, но чтобы стать топ-игроком и представлять ведущие клубы России, нужно много лет работы и терпения. А открытие Московской школы «Динамо» этот процесс может ускорить, поясняют в организации. И если в Москве на профессиональном уровне заметят потенциального спортсмена из Алтайского края, его ждет прямой трансфер в столичную академию. А там и до большого футбола один шаг. Это хорошая возможность вертикали попасть в профессиональный спорт. Ты начинаешь в этой школе, потом у тебя есть возможность, тебя видят, перейти в «Динамо» в Барнаул, дальше уже «Динамо» в Москву. Ну и вы будете все на виду. Кстати, на занятия ждут всех желающих, независимо от того, занимаетесь вы уже профессиональным футболом или талантливо пинаете мяч во дворе. Для всех делают равные условия. В школу «Динамо» Москва уже записалось более ста юных футболистов. Тренировки начнутся в сентябре. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин